872 блокадных дня. Неимоверно трудно было в это время Ленинграду. Нелегче приходилось и Кронштадту. Город оказался сразу в двойном кольце. Тут и фашисты, и финский залив, отделяющий остров от основных наших сил. Евгению Торговкину в 41-м исполнилось 9 лет. Детство его проходило в Кронштадте. Кроме Жени, в семье было еще пять детей. Мальчику, наравне со взрослыми, пришлось делить тяготы тех голодных дней. Стояли два мешка сухарей. Были полные. В квартире я еще когда уходил гулять, обычно там ковырялся, находил сухари и такие от пирогов туда. И ходил, жевал, уходил в двор гулять. А тут раз, и они пропали, их нету. Ну, там, конечно, кто взял, кто взял, никто не признался. Но во время войны, конечно, эти два мешка сухарей очень помогли кому-то. Трудно тогда приходилось всем. Не каждому удалось выжить. В семье Евгения Парфиловича тоже не обошлось без жертв страшного голода. Вспоминать без слез такое не получается. Зимой бабушка умерла, вот эта слепая наша. Она нас обвязывала, носки нам, все, парочки. Вот первое она вывезла. Вот мы ее родители завязали там, в простынь зашили. Вот нам санки, и мы повезли в морг. Бабушку дали паспорт нам, документы, и вот мы привезли. А там стоят в очереди с трупами, чтобы сдать. В морге буквально весь морг завален трупами. Школу тогда бросили многие дети Ленинграда и Гронштадта. Если в первые месяцы блокады учеников худо-бедно кормили, то зимой с продуктами стало совсем плохо. Пытаясь отвлечься от мысли о еде, детвора бегала на причал. Любоваться большими военными кораблями. Петровский парк, а там гавани, и тут стояли вот так вот большие корабли, потом торпедные корабли. Здесь военный штаб, а дальше подводные лодки по берегу поэтому стояло. Вот туда тоже ходили, бегали пацаны, и хочу нам 10 лет. В моменты многочисленных бомбежек пострадала немалая часть Балтийского флота. Евгений Парфилович едва и сам не погиб вместе с другими детьми. Перепутав фашистские истребители с советскими самолетами. В Гронштадт обычно вначале еще самолеты налетали, бомбили, а потом там кладбище разровняли. Где-то моя мать Пархарунина, там было разровнено, и там построили эрордром. Военные истребители. Вот тут уже немцы летать над нами уже не стали. Единственной спасительной связью с Ленинградом стал путь, пролегающий через Лисий нос. Он вошел в историю под названием «Малая дорога жизни». О ее вкладе в победу в наши дни знают очень немногие. Но и там, точно так же, как и на Ладоге, на дне оказались баржи и корабли с людьми, пытавшимися спастись. Нас тащили две баржи. Пока тащили до Лесего носа, мы-то проехали еще, а тут обстрел начался, а я вторую баржу подбили. И вот утонули, буквально на глазах люди тонули. Там тут катера маленькие, смотрю, мечутся там, подбирают, спасают людей. Ну, много утонуло, конечно. Стоял такой гул в трюне корабля. Там это «О, Господи! О, Господи, пронеси там! О, Господи, спаси!» А я и не знал, что такое «Господи!» в этот момент. И вот тут я уже понял, что такое «Господи!». Вот все стояли и молились там, буквально просили. А по палубе от самолета, который обстрелил, он ды-ды-ды-ды, стоял такой обстреливый. Думаю, ну, не дай будет. Я-то не то, что там это, а так люди все думали. Ну, не дай там, попадет бомбочка, и мы именно дно пойдем. Благополучно эвакуировавшись из Кронштадта, Евгений Торговкин в скором времени потерял на фронте отца и попал в детский дом, в котором и встретил долгожданный День Победы. Помню, как закончилась война. Директор, мы на офисорятку вышли. Директор бежит. Ребята, кончилась война. Мы все тут огранили большим слоем. Что-то война. Такой праздник буквально. И директор устроил праздничный стол, обед. Все было отлично. Несмотря на юношескую мечту стать летчиком, Евгений Порфилович всю жизнь проработал на железной дороге. В качестве машиниста поезда он объездил весь северо-запад. С середины 50-х живет в Выборге. Сейчас ему 88 лет.